Тирамп, большое спасибо за донат. Ну что я могу сказать? Я есть на обложке. Ролик называется «Молчание звезд рок-музыки YouTube». Спасибо, как бы, Димоновичу, что меня обозвал звездой YouTube. Приятным. Но, скорее всего, ролик-то будет не очень приятный. Но, тем не менее, как бы смотрим. Народ, я на всякий случай напоминаю, что думайте про меня, что хотите и так далее. Но, политота, поскольку просто политота очень много времени отнимает и, по сути, в рамках моего канала не имеет какого-то особого смысла, она стоит у меня всегда двойную цену. То есть, в данный момент это вот у нас 60 за минуту. Потому что я всегда ее очень долго жую. И, собственно, все. И, как бы, смысла в этом обычно мало. Так, делаем вот так, смотрим. Думал я сделать. Здесь вряд ли будет прямое упоминание о меня, но давайте послушаем. Гитарное видео. Но потом подумал, что рановато нам. Ну да, подумал, что как-то это. Гитарное видео должно быть одно в 10, типа. Так, с вами переходить на чисто гитарные видео. Потому что еще не было то, чего весь нормальный мир ждет. А, кстати, нифига, смотрите, раз, два. Ну блин, ну два гитарных подряд это на самом деле даже как бы просвет какой-то, я не знаю. Ладно. В этой тьме. Левак, ненавидящий Савков, это, в принципе, ну, типа нормальная тема, возможно. Почему нет? Спортсмен, авторы-пыры. То есть, левак же может быть, например, минорхист. Он может ненавидеть Савков просто потому, что это тоталитаризм, предположим. Вот. Ну, то есть, короче, я не знаю, насколько это все актуально про Димона. Я что-то не соглашусь, что он левак. Но все же просто о том, что левак может ненавидеть Савков. Это, ну, запросто. И Невзоров пишет. Тут следует понимать, что даже молчание медийного лица знаменитости о войне, это серьезная помощь путинизму и его преступлениям. Так. В этом вопросе никаких воздержавшихся быть не может. Всякая диктатура лишь на 3% держится на своих фанатиках, ну, или турбопатриотах вот этих россиянских. Основной же ее фундамент молчуны, трусы и все не так однозначно нцы. Ну, я. Если спортсмену уж совсем не в моготу, а желание подпрыгивать, кататься и приседать на международном уровне непобедимо, пусть спортсмен делает официальное заявление о своем отношении к войне и путинскому фашизму. Ну, спортсмены вообще это самая такая более уязвимая категория вообще людей, что касается вот этого всего. То есть, у них буквально там 10 лет есть промежуток, чтобы делать что-то действительно, вот поехать на Олимпиаду выиграть там или и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, вот с 18 до 28 потом начинаются травмы, потом начинаются еще, ну, там смотря еще какой вид спорта, есть такие, что могут и подольше, но это редко. Редко музыканты, поэты, писатели, короче, все, ютюберы, ютюберы, да, у всех есть, есть шанс хоть что-то сказать. То есть, если вы вот сейчас задаетесь вопросом год спустя начала войны, начала вот этого вот античеловеческого вероломного нападения на Украину. Пока слушаем. Российской Федерации, если до сих пор еще есть люди, которые вот как бы, у меня до сих пор спрашиваете, а почему вот, а шо у тебя, а ты вообще, а как тот, а ты с кем-нибудь общался вот из тех, из тех, из тех, там ютюберов, музыкантов, ну, все вы смотрели, довоенные мои, я пока вас гипнотизирую, довоенные мои стримы там и так далее. Ребята, если вы не знаете ничего, как-то, хотя бы даже вот там слухами, это значит все они профашистские, вот как Невзоров сказал здесь хорошо, профашистские, пропутинские. Я про фашистские. Про путинские. Вот эти вот там. Получается. Ну и че, вот че мне говорить? Вот на такое высказывание. Как-то поддерживающие там, молчаливо и так далее. Нормальные люди, которые боятся за свои семьи, за свои зарплаты, это козе понятно, да, никто не хочет сесть в российскую тюрьму. Никто не хочет лишиться там, допустим, какого-то заработка, но они как-то вот дают понять. Дают. Ну я, мне кажется, даю понять. Просто у меня на канале там резервном условно выходит по 20 роликов каждый день. Ну типа из них есть те, в которых я даю понять. Только всем насрать, что я этим даю. Вот, а на основном канале я даже как бы заниматься этим не хочу, потому что, ну типа, прикол даже не в боязни там какого-то, я не знаю, Путина или режима или еще чего-то, а в моем нежелании лишний раз давать какой-то повод... Ну, короче, слишком много людей, которые, типа, поддерживают всю движуху. И, ну типа, хейтеры, недоброжелатели, которые там какой-нибудь... Кому-то отправят, как с фистинным магом это произошло. Кому-то что-то там, значит, подстрайкуют еще что-то. Может, какой-нибудь там хозяйка там квартиры зайдет, окажется, короче, там, за Z и все. Но просто больше проблемистов возникает, и все. И это зачем? То есть все постоянные мои, допустим, зрители, все, кто надо, все знают, что я считаю. Ну и тем более насчет того, что я считаю, это действительно... Как там, все не так однозначно, как говорится. Но прикол в том, что есть позиция этого, короче, кучеры, допустим, у Дудя. Хотя я не смотрел, но вот типа, когда чел не понимает вообще ни хера, и не понимая ни хера, говорит, что что-то по типу, то, с чего так все бесится, что все не так однозначно. А есть, когда ты, ну все-таки, немножко углубился в тему, немножко углубился в вопрос, и... И все. Слушаем? И понять так, что ты не докопаешься, да? Вот, допустим, взяли и отменили концерты в честь какого-то траурного этого. Или еще как-то. Кто-нибудь, вот кого вы меня спрашиваете, так это еще те, кто в России живет. Ютюберы. Вот возьмите вот это всех наших гитарных вот этих ютюберов. Кто-нибудь хоть как-то показал свою позицию? Ну вот вообще, вот даже если они не хотят об этом говорить. Из-за боязни там распугать как-то подписчиков и так далее. Вот я не знаю, что там Пеннивай сейчас делает. Но он показал свою позицию, допустим, вам, да, когда сразу резко прекратилось там какие-то наезды, допустим. А есть уважение к тем, кто показал свою позицию наоборот? Как бы, или все-таки это... Ну то есть, короче, если те, кто молчат, это просто вообще мерзавцы, негодяи, поддерживающие Путина, еще и ссыкуны. А те, кто говорит, да, вот типа там поддерживаю. Да, зэд, там, добрый вечер. То есть они, получается, как бы молодцы, честно сказали. Или как? Или может все-таки лучше помолчать? Просто если я выскажу свою позицию, я разозлю вообще всех. Типа, в принципе, как и всегда. То есть то, что я говорю по... В рамках гитарного ютюба, в рамках тех реакций, которые я снимаю. Если, сука, я... Даже там, неважно, я делаю реакт на шамана условного. Мне пишут, ты, значит, вонючая либераха, вали в свой Израиль, вали в Украину, короче. В нэньку пишут, типа, вали вот так. И при том, что я говорил чисто про музыку. Если я, допустим, снимаю реакт на канал «Обманутый россиянин», мне пишут, ты, значит, дебильная вата, конченная, значит, фашист путинистский и так далее. Хотя я говорил чисто про то, как канал плохо сделан. И про то, насколько чел долбоящер конченый. И не нужно его поддерживать, даже если... Ну, то есть еще раз. Это то же самое, как это работает в гитарном ютюбе, то же самое работает просто и в таких вещах, что, типа, не нужно поддерживать любое говно, лишь бы это говно было на твоей стороне, потому что это только позор. Вот и все. Соответственно, типа, я не знаю, челики, что я вам могу сказать. Просто чекайте канал, ищите что-нибудь. Были реакты разные. То есть если, ну, как бы, если что-то стыдно, если что-то дерьмово, даже если это за все хорошее, я не одобряю такую херню в любом случае. Если что-то, как бы, качественно сделано, ну, соответственно, я признаю, что это, допустим, качественно сделано. Ну, как бы, говно присутствует и с той, и с той стороны. И с другой стороны, что, как бы, в медийном пространстве про-кремлевское, вообще, хоть что-то приличное. Я могу вспомнить один раз, типа, где это было музыкально хотя бы красиво сделано, но, в целом, добрый вечер. Что именно, говорить не буду. Ну, Алды, может быть, вспомнят. И, ну, вы все там начали, мне тогда еще и россиянцы писали, там, типа, «А, так что ты теперь вдешь нас с Пеннивайзом?» Ну, те, которые там были, допустим, на моей стороне во время. Ну, вот, опять же, вот пошла как раз эта история. То есть Пеннивайз максимально просто вообще кринжовый персонаж, максимально стыдный, максимально нелепый, максимально фрик. И в любом случае не нужно там с ним быть вообще на какой-то одной стороне. Можно там сказать им, допустим, что «Вот, я одобряю то, что он там высказался». Высказался, да? Блин, это анонимный петуч. То есть в чем ему проблема высказываться, если он, во-первых, скорее всего, в Украине-то он и живет. То есть там какие-то попытки вон обиде анонов, там что-то такое вот около было, и вроде бы он и живет где-то там. Это, во-первых. Во-вторых, ну, он анон, типа. Что ему будет? А у нас тут как бы лицо. Все данные. Ютубная война и так далее. То есть я там пошел, посмотрел. Он, кстати, даже мне написал, типа, там такое. Ну, то есть он показал, да, как минимум вот показал, что... Что он показал? Это анон с говорилкой. Наезжать на человека, на ютубера гитарного, который полностью... Какой подвиг невероятный. Просто вообще жесть. ...почелся и стал четко на... Ну, на определенную сторону. На по 100... Не на определенную, а на сторону добра и сторону справедливости. Это только одна. Вот это вот все. Там мы там ничего не знаем. Ой, а если еще где-то в Израиле сидит какой-нибудь гитарный ютубер? Ну, пруфов точных нет на эту тему, но... Ну, это вероятно. Давайте так скажем. Оно-то беспозвоночное, скорее всего, всю жизнь было. Но если оно сидит, и оно очкует хоть как-то дать понять, потому что боится. Если речь про фред-гитариста, то... Фред-гитарист никогда вообще, в принципе, никогда, ни до, ни после, ни во время, ни перед, ни еще когда-то, никогда не высказывался по поводу политики. Схерали что-то вообще должно такое. Тем более в Израиле, который все время там с Палестины херачится. То есть тоже как бы страна, которая со своими соседями в каких-то контрах. То есть это вообще, ну, глупость. Типа, чел просто вообще в принципе не трогает тему политоты. И тут внезапно он должен это сделать. Тем более находясь в Израиле. Как раз именно потому... То есть он считает, что он в безопасности, раз он в Израиле, а как бы наоборот. Это просто тупее, если ты находишься в Израиле и вообще что-то говоришь. Причем неважно, в какую сторону ты скажешь. Зачем? Разумнее как бы как раз продолжать делать то, что ты можешь, то, на что ты способен, как-то развиваться, не знаю, влиять на то, чтобы что-то положительное происходило хоть в какой-то сфере, в которой ты именно силен. Что вообще будет от того, что там Фред что-то скажет? То есть все, что будет, это он переубедит примерно ноль людей в их позиции. От него отпишутся те, кто не согласен. И подпишется армия просто дегенератов, которые «О, да, да, ты за нас, значит, мы с тобой, неважно, чего там, вот там. Я, конечно, не люблю, что ты говоришь про гитару, но вот ты вот молодец». То есть, ну, типа, и причем неважно, в какую сторону это скажет. Что с той стороны будет армия дегенератов, что с этой. Абсолютно одинаковые, просто разные тейки. И все. Зачем это делать? Подписчики, может, уйдут какие-то там. Да дело не в том, что они уйдут. Дело в том, что просто смысла, во-первых, не будет. Не то, что уйдут, а еще и это просто глупо. Еще как-то, мы же на русском языке. То есть там это как-то, наверное, там россияне это все поддерживают. Россияне это те, у кого отключили монетизацию, то есть с просмотров. Российские просмотры это мусор. Это вообще ничего. Ну, то есть, бояться потерять Россию. Было 3000 рублей в месяц, стало 500 рублей с ютюбовской монетизацией. Просто монетизация это прям настолько влияющий важный фактор, настолько нужный, настолько без него никак, что можно обосраться. Ну, типа, там было 50 долларов, стало, может, хорошо, даже 5 долларов в месяц стало. 3300 рублей. Страшная потеря, ну, окей, 3 косаря в месяц я потерял от того, что отрубили монетизацию. Это просто решающий фактор. Вообще все, россияне не смотрите меня просто. Все, вы не нужны от вас. Из-за того, что вы все не из России, я не получаю теперь 3000. Российских просмотров, ну, российских зрителей, это как я не знаю вообще. Комитет получал за что? Ну, очевидно, за то, что меня либо кто-то смотрит с VPN, либо кто-то смотрит просто из других стран. То есть достаточно у меня есть, типа, вон там, Джимми, может, из Америки посмотрел, и там Борис Былыков, условно, из Израиля. Еще кто-то, у меня есть подписчики во всей Прибалтике, у меня есть подписчики в любой стране, в Казахстане, не знаю, в любой даже нерусскоговорящей стране. В Чехии есть. В Украине, естественно, полно. Быть просто или вот действительно молчали его поддерживать, вот это все. У тебя 3000 у других миллионов рублей. Да какие миллионы, блин? Косарь просмотров это 5 рублей или 10. Ну, какие миллионы, типа, ну, о чем ты вообще? Не смеши. У Фреда Гитариста, может, тысяч 30 выходило с монетизацией. Какие миллионы, типа, монетизация никогда никому не... Ну, то есть, единственный человек, которому именно монетизация Ютуба приносит, может приносить основной доход, ну, окей, не единственный, это каналы по типу Гоблина, Ширия, вот такие, то есть, те, которые выкладывают по 2-3 видоса в день, и каждый набирает по полмиллиона просмотров. Ну, то есть, естественно, если у тебя тупо на новых видосах каждый день такие цифры, то там, за миллион даже, если ты получаешь, там, 5 тысяч, там, в рублях или 10 тысяч, то это уже весомо. Все остальные варианты просто... То есть, либо у тебя просто огромное количество просмотров каждый день, либо нет, монетизация в среднем по больнице никому не приносит доход. Ну, типа, там, процентов 10, 5, не знаю сколько, 0, 1. Вообще срать. Есть люди, у которых даже, там, Лебедев монетизацию не врубил вообще, в принципе, она ему в хер не упала. Или быть просто-просто-просто дебилом. И просто-просто-просто-просто-просто гитарные ютуберы русскоязычные. Я вам помните, я говорил про то, какие это все мерзкие людишки. Ну, то есть, я вам это все рассказывал. Вот эти все войны, это все происходило из-за того, что я вам рассказывал, что вот это вот все почти кодло русскоязычное гитарное. Оно неполюкое. Очень приятно, большое спасибо, очень захотелось поддержать, как бы очень захотелось встать вот на эту сторону, да, вот как бы, понятно. Абсолютно всегда. Очень полезный контент, очень, как бы, продуктивный, действительно помогает, значит, я не знаю кому, типа, вообще, зачем он нужен. То есть, это, ну, выражение гнева, и может быть, кто-то такой, да, вот я тоже злюсь, тоже буду смотреть, как бы, гитарные истории, и вот, и все вместе будем злиться, типа, и это очень сильно поможет вообще чему-то. Подлая. Там, вот у меня, там, брать, вот так вот выпускать видео, там просто б не хватило всего. В спину вечно какое-то там, нажить. Если высказался за то им... Что? Если высказался за то и молодец, что... Короче, давай по-русски, пожалуйста, я нихера не понял. Давай еще раз переформулирую мысль, реально не понял. Соответственно, Россия отсутствует, там, хз, мне кажется, я легко сейчас могу зарегать канал, ну, блин, указал другую страну, и все. Она ни на что не влияет, я могу прямо сейчас страну канала поменять на Уганду. И че? Как всегда, по фактам разваливает. Ну, такая работа. Какие-то пытающие вставить. Где-то, ну, троллящие, как олень, там, где-то вот за глазами и так далее. То есть, если вы у меня еще спрашиваете, а что ты знаешь, там, а тот ютубер, а тот ютубер как-то там отреагировал, как-то сказал, как-то чего. Те, которые как-то отреагировали, вы их знаете. Юра Гипсонмания бросил вообще все русскоязычное. То есть, он показал это вот, как-то он вам показал, правильно? Он не хотел, допустим, может, чтоб там на него накидывались, да, как-то на меня, допустим, накидывались русскоязычные, ну, россияне я имею в виду. Он просто взял и выпилился нафиг вообще со всех соцсетей, со всего выпилился. Вы думаете, этот человек как-то поддерживает это все дело? У Юрца были свои проблемы, я не спорю, там, с прививками, там, и со всеми этими делами. Но тут он показал и четко, четко это. И что он бросил? Канальчик на 10 тысяч подписчиков, который ему, скорее всего, приносил примерно 0 рублей и 0 копеек. Просто жесть вообще. Просто вот это прям подвиг. Ну, я не знаю, серьезно, это же смешно просто. Какой Юрий Гибсон-мания вообще? Кто это? Я о нем слышу раз в тысячу лет на канале Димона и все. Ламповый усилитель, разница между чем-то, ну, и что, то есть, что он бросил, что он потерял, чем он пожертвовал. Какое просто невероятное благородство. Пеннивайз и Юрий Гибсон-мания. Потрясающе. Другую или забанят? Да ставь другую и все. Просто от партнерки тебе, ну, как бы будет 3 копейки. В теории монетизация должна как-то влиять на алгоритмы Ютуба. Сами Ютубы говорят, что не-не-не-не-не, нам не важно, но как бы ХЗ вроде лучше подклеить. Да ничего не забанят. Полно каналов, которые ставят себе любую страну вообще. Вот я, например, ставил себе Соединенные Штаты просто для того, чтобы мне какие-то опции врубили, потому что Ютуб экспериментально некоторые монетизационные приколы ставит только для некоторых стран. То есть просто поставил другую страну чисто для того, чтобы опции врубились. Реально такое делалось раньше. Что еще хотел умное сказать? Был канал чувака из Крыма. Опять же, человек в Крыму вообще находится. Просто снимает про Крым все так же дальше. То есть по литоту не трогает, потому что, ну, сука, ну, нахера ему это делать там. Люди пришли как бы за определенной темой сюда. Если как бы им интересно это, если толку от этого нет. То есть если ты там что-то поддерживаешь или там хочешь как-то повлиять на что-то, и у тебя вот там, не знаю, душа болит, горит, хорошо, как бы сделай свое дело дальше, заработай кучу денег, и эти деньги, не знаю, там, или социальный капитал, какое-то влияние в каком-то узком кругу, допустим, своих топовых донатеров, например, можно это обсудить. Не знаю, там, в Телеграм-чате Бусти, да, чтобы повлиять на влиятельных людей, допустим. Ну, как бы все влиятельные, как бы, ребятки, и так уже, то есть там мои подписчики находятся в Германии, и в Чехии, и в Израиле. То есть, как бы, какие вопросы, непонятно. Все те, кто действительно, ну, как бы, может так сделать. Есть одна точка зрения, все остальные мрази. Ну, можно было так сказать, да, в принципе. Ну, типа, тут даже, может быть, он даже... Ладно, не буду говорить, я все-таки, угадайте, в какой стране я нахожусь. Не в Уганде, не в Уганде. Сразу подсказываю. Вот. Проблема в аргументации. То есть, просто он приводит в пример Анонимуса и Челико, которому вообще просто срать на канал абсолютно. Сделал там 20 видео за всю жизнь. Героически бросил свой канал. Ля, вот это подвиг. Четко, четко это все показал своим полным-полным-полным отсутствием всего. И просто потому, что он не хотел, наверное, аж вещать на эту аудиторию. Но это смех. Я продолжаю, потому что, ну, по-украински у меня не так хорошо и весело получается, ютюбные ролики. Поэтому у меня даже украинцы попросили, Димон, давай уже, короче, трофейной мовой. Ну, так, а тут я смотри, сложновато. Я продолжаю. Ну, вы все знаете, в каждом видео тут просто нет никаких-то там недомолвок, непоняток, кто, куда, что там, Димон. Потрясающий подвиг сидеть в Америке и недомалвливать типа. Ну, вот, я не знаю. Ну, то есть, наоборот, все высказывать. Ну, опять же, я не знаю, просто вот видим все невероятные подвиги и просто восхищаемся героизмом этих людей. Просто вот жалко, что мы тут все трусы такие, как бы несмелые, там еще что-то. Ну, и вот, я не знаю ни одного. Вот я Пеннивайзе вам назвал, и то, скорее всего, потому что, ну... Анон, ну, типа, ну, алло, вообще, это что за аргумент? Это вот просто понимаете, что полный стыд. То есть, Димон дискредитирует вообще свою собственную позицию такими аргументами. Пеннивайз, алло, анонимус что-то сказал за поли-тату. Какой человек, вот, если у него вообще одна извилина в башке осталась, после этого такой вот, допустим, что он, есть какой-нибудь чел такой, ну, не все однозначно, я не определился, я не знаю, что я на самом деле думаю. Я хз. Вот он смотрит такой. Ну, если у него извилина в башке все-таки осталась при этом одна какая-то. Он же допрет до того, что, типа, ну и чё, что Пеннивайз что-то сказал. Он анон, он может что угодно говорить. Ну и что, что гитаромания бросил свой канал? У него канал, сука, 20 видео за всю жизнь. У меня 2500, если что. На одном. И 2500 еще на другом. Ну, я не знаю больше никого из гитарных ютуберов. Все музыканты, которые со мной общались, вот, на стримах и так далее, и так далее, и так далее. Если вы не видели стрим у меня после войны с этим музыкантом, то, скорее всего, про путинское, вот это вот молчуны, вот эти вот все про то, что сказал Невзоров. Поэтому сами уже можете себе ответить на этот вопрос, когда у меня спрашиваете, а что там этот, а что там этот, а как там этот, а как... Я понимаю, что вы хотите четкого доказательства, что вот ваш какой-то там кумир детства или так далее оказался абсолютным ублюдком. Но ублюдки они и есть. Ублюдки, потому что они всегда делают все мерзко, всегда все делают из-под тишка, всегда где-то не договариваются. Где-то там когда-то висел плакат, ну, как бы ладно. Да, прячутся, как вот змеи подколодные. Поэтому они никогда, если они открыты, вот там Гойда не станут орать. Потому что, ну, Гойда обычно орется за бабки, за очень большие кремлевские. С этим я согласен абсолютно, это факт. Всем какой-то там, я не знаю, героиновой, обезбашенной там чечериной, да, чтоб за идею. А все остальные это чисто вот, поэтому, я надеюсь... Ведомое. Мы с вами поняли. Да, спору нет. Вы больше не будете меня задалбывать вопросами. А то-то, а этот, блин, а то-то, а этот. Невзоров хитрейший вообще просто чел, спору нет. То, что вы за год уже всех знаете, вы уже знаете. А других, ну, смело можете по тому, как сказал Невзоров, туда их. Слава Украине, героям слава. Вируем у ЗСУ. Чекаем у Крымови. Думаю. Ну что. Есть вопросы, чат, какие-то, ко мне, пока запись не остановил? Ну, типа... Я хз. Вот у нас есть чат ВКонтакте, я вам могу рассказать немножко все-таки, раз уж мы за политату затронули, то есть чат ВКонтакте паблика отряда Фреда. Вот там, честно говоря, я очень удивлен вообще, какого хера так получилось. То есть просто сидит жестко, ну, типа, окей, не знаю, вата не вата они, как бы, эти чуваки. Ну, то есть челы там, может, мои ровесники, плюс-минус. Просто через слово этнофализм, через слово какая-то там бредятина про то, что там... Короче, споры за то, что считается геноцидом, что нет. Цитата. С каких пор называть хохлов хохлами стало нацизмом? То есть просто я такой, йоу, все, нахер, как бы... Политата с этой секунды бан и так далее. То есть просто сидишь, срешься, там, ну, вот челы просто такие, то есть они есть, типа, и все, и... Они присутствуют. То есть, понимаете, как бы, политота, любое просто высказывание на политическую тематику порождает бессмысленные, долгие, безденежные такие срачи. То есть просто я на себе проверял, я пытался высказываться на политическую тему, мне это было интересно, мне это интересно по-прежнему. Чем-то, не знаю, либо возмущаться, либо, наоборот, положительно высказаться о чем-то. Но главный прикол, что когда ты высказываешься на политическую тематику, ты никогда, сука, никогда, нахер, не сможешь высказаться так, чтобы это понравилось всем. Это просто, сука, невозможно. Это всегда срач, всегда срач с дебилами, всегда бесконечный, срач с дебилами, всегда с бомжами именно дебилами. То есть ты их либо, если ты их забанил, то ты слился, если ты там их не забанил, то, значит, ты бесконечно просто читаешь по носу себе в какой-то в чате нелепой. Да, понятно, то есть у Ленов Мюзик как бы спора нет. Но еще раз, кто-то называл, кто-то нет. У меня полно подписчиков из Украины, и они ничем таким не занимались, и, собственно, не знаю. Общаемся, дружим, сидим в чате в каком-то совместном. Есть подписчики из Луганска. Все. У меня есть просто... Короче... Все что угодно. Так что... Каковы долбоящеры? И с той, и с другой стороны занимались, собственно, всю дорогу долбоящерством. Потому что такова природа долбоящерства. И долбоящеры не перестали быть долбоящерами, даже если они, например, жертвы обстоятельств и как бы правду там на их стороне. Можете... Еще раз. Вот это можете относить как вам удобно, потому что это в любом случае правда. Я не говорю конкретно про кого-то, но в любом случае я так считаю. То есть мне... Я в любом случае не хочу быть заодно с дебилами. С дурачками. Я в любом случае, сука, не буду восхищаться невероятным подвигом Пеннивайза, анонимуса. Ну и как бы... Ну, к сожалению, в очередной раз вот должен сказать, что примеры максимально обсосные, глупые. То, что Димон привел, как вот челы высказали свою позицию. Перестал снимать видосики просто. Вот это браво. Хз. У меня весь канал в последнее время посвящен просто критическим реакциям на шамана. То есть как бы там я не говорил, что политическую тему это не затрагивает, но... Ну, то есть там чела можно просто за музыку критиковать, спору нет. Но как бы я считаю, уже можно мне галочку как бы позитивную там пометить какую-то куда-то. Делаем как бы, что можем, что разумно, что просто имеет смысл сделать. Мне и так уже за там пародию на Ярусский как бы пишут всякие приколы. Так что все, типа... Я на стороне разумизма. Всегда, в любом случае. Ну и плюс дальше, как бы я все-таки должен сказать, что при всей моей ненависти к коммунизму, к СССР, к тому социализму, который является не фазой капитализма, когда до жира все просто доведено, а, короче, да, вот мы сейчас сразу тут подстроим социальное государство, будем все нищие, типа когда-то в теории, в мечтах мы там придем к коммунизму, и по сути, на самом деле, будет Венесуэла Абдристона. Я это в аду видал, я ненавижу коммунистов, ненавижу коммунизм, я это говорю всегда, да, вот, и я против всего, короче, советского, совкового, и, ну, как бы, в этом плане абсолютно в выражениях не стесняюсь, хотя понимаю, что, ну, типа, это уже может каких-то тех самых подписчиков от меня отогнать. Тем не менее, тем не менее, что я хотел сказать. Все-таки я должен признать, что капитализм рано или поздно, как бы, это можно считать багом, фичей, чем угодно, ну, то есть, это лучшая система, но все же ей свойственно то, что рано или поздно происходят войны, рано или поздно происходят отстаивание интересов, там, какой-то борьба за влияние, как бы, 300% те самые, да, то есть, ради которых можно всех убить и прочее, прочее, прочее. Ну, соответственно, есть конфликты у западных славян, там, я уж точно не помню, кто с кем, но там внутренние конфликты какие-нибудь, босницев наверняка есть, есть сербы с косоварами, да, есть Израиль с Палестиной, есть Африка, есть, как бы, дохера чего, где, как бы, какие-то войны происходят, и, соответственно, всем всегда было абсолютно насрать. Есть каждый день 30 человек, погибающих, там, в автомобильных катастрофах, ну, как бы, ждем, когда Димон будет автомобильный канал начнет вести. В пожарах около, там, 20 тоже, ну, где-то 20, где-то 30 погибают людей, ну, давайте, типа, значит, против, короче, за пожарную безопасность, против вот этого все, то есть нужно просто начинать, это каждый день, каждый день 20 человек, 600, там, в год, типа, или сколько, нет, не 600, ну, несколько тысяч, поняли, да? 6 тысяч, наверное, в год. Несколько тысяч в год, несколько тысяч, значит, из-за, там, пьяного вождения, неправильного какого-нибудь, там, несоблюдения правил, еще чего-то. Давайте за это теперь топить. То есть, ну, как бы, почему-то все всегда игнорят, всем всегда насрать, все занимаются своими делами, когда происходит такая история. Как бы это, это точно так же цинично, на мой взгляд. Ну, как бы, мне не нравится то дерьмо, которое происходит, я не радуюсь, тут, как бы, Z на лбу себе не набиваю и так далее. И с родственниками в Viber, которые находятся в Каменское, которое было в Днепридзержинском, то есть переписываюсь, и, не знаю, там они молятся, поздравляют друг друга с днем рождения. Дедушка мой мне пишет на украинском, я ему на русском. И, соответственно, как бы, я люблю своих родственников. Я надеюсь, что я однажды встречусь со своей, получается, двоюродной племянницей, то есть у меня двоюродного брата есть уже, получается, дочь, которую я в жизни никогда не видел. Ну, все это крайне отстойно, грустно, прискорбно, блевотно, тупо. Но, к сожалению, я не до конца уверен в причинах, я подозреваю, как бы, что является причинами вообще того, что происходит, но я уверен, что будь количество дебилов с каждой из сторон меньше, все, как бы, решалось бы абсолютно по-другому. Соответственно, самое правильное, что можно делать, быть на стороне разумизма, быть на стороне здравого смысла, как бы, быть на стороне добра, быть на стороне недебильных, сука, аргументов, типа Пеннивайза, потому что это просто, то есть если ты дебил на стороне одной, ты позоришь свою сторону, на другой ты позоришь ту сторону. То есть чем больше, как бы, дебилов хейтят меня, тем выгоднее мне, потому что, смотрите, меня хейтят дебилы. То есть они, как бы, не вред мне наносят, а пользу. То же самое, соответственно, со сторонами того, что происходит. Ну, количество долбоящеров просто абсолютно зашкаливающее с каждой из сторон, и ну, типа это, мне не кажется, что то, что я сейчас сказал, это не все так однозначно. Нет, это все однозначно, дебилы и там, и там. И все. Все, как бы, абсолютно понятно и однозначно. Нет, ну, как бы, да, это цинично, ужасно, но да, это неотъемлемая просто часть. И то есть, да, естественно, когда что-то происходит где-то там, где-то там Турция, Курды там какая-то еще с раненцем, Сербия, Косово, это похеру все. Когда где-то тут, о-о-о, вот вы вот как вот смеете вот не делать там что-то, а вот вы вот как вы смеете там делать вот то-то. Так что все, то есть, что вообще можно пожелать? Будьте на стороне разумизма в любом случае. Все. Едем дальше. Спасибо за донат Тирамп. Ти точка Рамп, Тирамп, понимаете, Трамп задонатил. Из-за Америки Госдеп профинансировал реакцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова